Всем привет! У нас утречко. Такое идеальное утро в деревне. Вышел с утра в огород. Смотрите, даже собака на меня не лает. Странно. Я сейчас пойду, будет орать, как всегда. Спит под дождичек. Хорошо, дождичек у нас шел всю ночь. Вот, сейчас такой свежий воздух. А мы с Лерой собрались. О, на Леру лает. Посмотрите, что есть у нас. Видно. Ягодки. Так, с утра встал, поел. Пока они что-то кисленькие. Значит, кто не знает, это жимолость называется. Это первые ягоды. Такие крупненькие, кисленькие. Вот это идеальное утро. Встал в огород, поел, позавтракал. Так, куда же мы собрались? Денис там начал варить щавельный суп. А щавеля-то нет. Так что мы сейчас прогуляемся с вами. Нарвем щавелька и еще кое-что вам поснимаем. Вот так выходишь, а тут просторы. А тут открыто. Красота. Вот сейчас мы пойдем вот в этих кустах поищем щавеля. Он жаль, что здесь рос, но все скосили, все покосили. Говорят, там вкуснее и сочнее. Так, ну еще я хочу сегодня снять такой один из уютных уголков нашей деревни. В том году я, в принципе, снимала, но для новых зрителей, кто не видел еще. Так, ну, во-первых, наша церковь. Так, вот такая у нас красота есть в деревне. Конечно, она в СССР, как и все, в церкви были развалены, разрушены. Но сейчас она восстанавливается. У меня здесь цикловь работает в этой церкви. Вот, потом напротив церкви тут школа. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Это школа, где учились наши с Денисом материали. Не то, что в одной школе учились. Они даже учились в одном классе. Ну, там же учился и сам Денис, мой муж здесь в этой школе. До 9 класса, 9 классов только. Потом идут в училище или там уже в город ездят 10-11 класс. Вот, потом здесь учились мои братья двоюродные, сестра. Короче, здесь много кто учился. Она такая старая школа. Ее сколько раз пытались закрыть, потому что народу мало. Если раньше там в классе, когда родители учились, по 30 человек было, да, как в городе, то сейчас иногда вообще один человек может быть в классе. И там объединяют как-то. Ну, бывает там 10 человек, я не знаю. Ну, так вот. Вот, немножко подальше, если пройти туда. Тут у нас находится библиотека. Мы в детстве туда бегали, книжки брали. Тоже она еще открыта. Вот. Тоже везде работают учителя, библиотеки. Все знакомые, с кем мы раньше в клуб бегали в детстве. А сейчас они все здесь работают. Если туда по дороге пройти немного, там будет в лесу кладбище. Там мои родители похоронены и много тоже родственников. Вот такой у нас тут тоже уютный уголочек части деревни. Ладно, пойдем чарель собирать. Ну, эта школа вот впереди. Там кто-то есть даже, дверь открыта. Хоть и каникулы. Вот Самыловская. У нас деревня Самыло называется. Основная общеобразовательная школа. Вот такая она. Большая, нормальная, не маленькая. Раньше здесь туалет стоял, ходили. А сейчас, по-моему, все уже там цивилизовано. И газ, и отопление нормальное, не печное. Вот. А вот тоже, Даня, я так поняла, раньше было физку. Может и сейчас есть. Это спортзал у них. Здесь тоже вход запасной, наверное. Вот. Большая у нас деревня. Я считаю, что у нас большая цивилизованная деревня. Тут даже старый глобус стоит какой-то. Не, ну только мы можем как за Шайерем ходить, да? По пояс трава, крапива. Ай, я не могу. А где Шайер? Я думала тут шиповник. Кошмар. Отправили даже. Клещи какие-то. Клещи какие-то. Все, вышли. Все. У меня коленки все мокрые. Потому что даже все мокрые. Так. Вот. Чай тут есть, конечно. Во. Тут что-то есть. Сейчас будем собирать. Так. Ну что. Набрали немного чай. Ну, один раз хватит. Надо будет маску потом набрать. Позамораживать. А то у нас дорогой Шайер. Стол. Еще кутик. Вот тут и то хороший, лучший Шайер, чем там был. Это Шайер? А нет, это не Шайер. А может Шайер? Нет, Шайер. Ладно. Разбиральщики. Шайер. Набрали Шайер только травы. Ну нет, Шайер уже кислый. Ну что. Наступил час пик. Я в предыдущем видео вам говорила, да? Что я взвесилась. Я уже месяц сижу на подсчете калорий. Вот. Ну да. Я где-то взвешивалась 1 мая. Я взвешивалась. Ну, не где-то, а точно я знаю, что 1 мая я у гостей была взвешивалась. Я весила 76 килограмм. Потом где-то числа с 10 мая, где-то после праздников я начала считать калории. Ну, прошел где-то вот около месяца. Ну, плюс-минус день-два. Вот так вот. Точно я не помню день. Вот. И сейчас посмотрим, насколько я похудела или потолстела или вообще не изменилась. Если я потолстела или не изменилась, то я калории сбрасываю до полторы. А я сидела на 1700. А если я хотя бы на 2 килограмма... Ну, я уже знаю результат. Хотя бы на 2 килограмма похудела, то я остаюсь на 1700. У меня до февраля цель сбросить 20 килограмм. Вот. Так что по 2 килограмма в месяц получается. Ну, давайте посмотрим вместе. Так. Встаем на весы. 74. А вчера я взвешивалась была 73 с чем-то. Может, она несколько грамм поправилась. Что-то поела, наверное. Или в туалет не сходила сегодня. Короче. Короче. Я похудела где-то. Ну, на 2 килограмма точно. Может, 2,5. Вот. Ну, видите, вчера я почему-то была 73. Сейчас мне показывают 74 и 200 уже. Вот. Так что пока действует этот подсчет калорий. Так. Посмотрим в следующем месяце. На следующем месяце, я надеюсь, я выпрошу у Дениса весы. Хоть какие-нибудь, хоть какие-нибудь самые недорогие. Чтобы каждый месяц взвешиваться. Вот. Так что остаётся на 1700. У нас уже следующий день. Утро. Я в огороде опять. Как вы думаете, чем я тут занимаюсь? А я стараюсь ради вас. Стою на камушке. Видно? Руки вверх подняты. И загружаю вам видео. По-другому нас никак не ловят. Вот такие мучения. Это один из минусов в деревне. То, что интернет тут ловит плохо. Надо искать точку. Вот тут самая такая высокая точка в огороде. Ну, это вот Билайновский интернет. Никакого дома вообще не ловят. Так. А мы тут в гости собираемся. Сегодня у нас пятница, вечер. Вот. А то в будни это как-то неудобно. По гостям ходят. Люди с работы приходят. Да. Ну, скажу чуть позже, кому в гости. Вот. Накрасила сейчас. Надушусь с вами. Любимые. Ну, одних из любимых духов. У вас какие-то любимые духи? Расскажите мне. Может, я тоже попробую. Вот. Ну, я такие люблю. Я люблю сладкие, но не притерно. Да. Что вот как вот эти вот. Это today, tomorrow, по-моему. от Avon. Вот они такие и цветочные, и в то же время такие сладенькие. Да. Ну, приятно. Мне очень нравится. Даже вот у меня несколько человек, ну, знакомых спрашивают. Что у тебя за духи? Вот. Если в Avon заказывать, там хорошо можно маленький пробничек заказать. Потому что без пробничек, конечно, духи заказывать они типа не дешевые. Они тысячу с лишним там стоят. Ну, одни из дорогих в Avon. Если по Avon-ским меркам. Вот. Вкусненькие. Вот. Вы свои расскажите, какие у вас любыми. То есть не секрет. А вы знаете, что в Древней Греции женщины ложили на голову, ну, волосы прям, бараний, по-моему, жир из экстракта жасмина. И этот жир потом стекал по лицу, по плечам. Он, конечно, по тебе стекал, и вы пахли жасмином вкусненько. А вообще говорят, что духи – это невидимое орудие обольщения. Это как Кокушинель говорила, что духи – это невидимый модный аксессуар. Все. Мы собрались по гостям. Лера на велосипеде. У нее уже маленький велосипед, по-моему. Слушно, рада. Мне в мосту не успел сходить, потому что там как-то страшновато есть. Смотрите, какая собака. Как думаете, какая порода? Это, между прочим, такса с кем-то смешанная. Это мой дядька, вон, родной там. Он через дом у нас живет. Это его собака. А он там дядькина коза. Подальше. Еще у него козлята есть много-много всяких жирностей. Цыплята, козлята. Так к кому же мы идем в гости? Мы идем к моей лучшей-лучшей подруге. Даже не подруге. К моей названной сестре, можно сказать. Но я ее считаю просто сестрой. Она меня считает сестрой. Она воспитывала моя бабушка лет с 5-6. Мы ровесники одного года рождения. И поэтому, когда летом я приезжала, мы всегда с ней вместе. Всегда дружили, жили вместе у бабушки моей. Но она всегда там жила, а я приезжала на лето. И поэтому мы очень сдружились. У нас как бы они интересные. Потому что ровесники. И до сих пор уже сколько лет прошло. Мы с ней очень хорошо общаемся. Дружим. У нее, конечно, другая семья. Она отдельно живет в другом доме. Двое деток. Ну, уже старшая большая. Уже 20. 20, по-моему, она моя крестница. А моя старшая у нее крестница. У нее. Вот. Так что, можно сказать, идем к моей сестре сегодня. И у нас гремит гром. О-о-о. Смотрите. И там видно. Черные тучи. Ну что, в том же месте, в то же время у нас уже следующий день. Я опять бегу к сестре. Уже в куртке. В Москве забыла куртку взять. Вообще просто с головой вылетела. У нас дождь. Опять гром. Пока дождь не сильный. Побежала. Сегодня там приезжает наш друг. Может сказать, друг детства. У меня уже приехал. Сегодня еще день России. Так что мы сегодня посидим немножко в гостях. Вот. Может быть, что-то вам сниму. Потому что, сами знаете, люди в деревне дикие. К съемкам непривычные. Так что, по крайней мере, постарайся. Вот у нас магазин. Деревенский. У нас раньше было два. Вот это новый. Еще есть старый. Но старый, говорят, закрыли. Его хотят продавать. Вот. Вот тут бабушкин дом. Вон там подальше. Где я вам уже показывала. Все. Купил визировочки. Дети просили. Народу куча. Приезжала на выходные. Три дня выходных. Возле каждого дома, считай, машины. По нескольку машин стоит. Так, оказывается, у нас еще тут гости. Ой, сегодня столько народу будет. Вот. Кусочек дома. Могу показать. Это они строят пристройку новую. Дом расширяет, можно сказать. Вот. Хотели, конечно, шашлык. Не знаю, получится, не получится чего-то. Потому что дождик копает. Смотрите, какой вид на лес. В следующем видео мы туда обязательно сходим. Он очень красивый, этот лес. Вам покажу. Так что смотрите следующее видео. Вот. И еще хотел вам сказать, что в следующем году мы тоже будем покупать дом. Ну, не здесь, в Рязанской области, а Московской области. Так что скоро у нас тоже будет свой домик. Ну, через годик, да, получается где-то. Ну, не знаю, в следующем году. Я не знаю, в каком месяце точно. Но точно будем покупать. Вот. Ягодки уже краснеют. У нас тоже дома уже краснеет клубничка. Мне говорили, что Денис раз клубнику купил за 150 рублей дешево. Не знаю, где он такую выкупал. В принципе, у нас тоже дешевле 300 не бывает. Это он откуда-то выкупал. А еще у них кролик есть вот такой. Сидит бедный в клетке. Как там Зойка? Или кто он там? Ой, страшно. Бедный. Маленький, тесный. А вот теперь зато сколько в новом доме места играть детям. Пока не достроили. Лерка больше всех тут. Вот, втихаря снимаю. Шуслыки там собрались сделать. Все-таки дождичек немножко прекратился. Вот. Все стесняются. Не снимайте, не снимайте. Давай, стреляй! В пачку. В пачку. Попадешь? Не попал. Почти. Дай пройду. В меня не стреляй. Лерка обычно кушает. Голодный ребенок. Денис решил пострелять. Там лазер. Ты куда целишься? Ну? Тоже не попал. Тоже не попал. Нормально кушает. Нормально кушает. Жень! Ааа! Скажите, передай привет! Привет! завидуете завидуете завидую офигенные мясо давай папа с детьми играет я сама себе села ладила они втроем лера катается ну что у нас уже следующий день вчера хорошо посидели повспоминали молодость свою как мы тут гуляли ходили как мы на речку ездили с ночевкой молодые короче все вспомнили хорошо посидели вот сегодня у нас обещают хорошую погоду как я вам обещала мы сегодня сходим в лес снимаем у нас очень красивый старый такой лес в принципе я в том году и снимала но для новых зрителей еще раз конечно поснимаю у меня на то видео очень много просмотров очень понравилось оно так что мы это поснимаем но это покажем в следующее видео так что оставайтесь с нами всем пока пока а